Первая точка визита Поляново-Оскольского округа. Здесь уже подходит к завершению уборка сахарной свёклы. Губернатору продемонстрировали решение, которое по опыту прошлого года заранее предотвратило сложности в работе. Бетонированная площадка. С её помощью удается не снижать производительность и с необходимой периодичностью вывозить урожай, несмотря на погодные условия. К тому же не загрязнять проезжую часть. За 2-3 дня, до наступления дождей, начинаем сюда с полей, близлежащих, здесь где-то 7 километров поля, подтягивать вот такими бункерами-берегущиками сюда сахарную свёклу и выкладывать её вдоль разворота полосы. КамАЗ, соответственно, заходит спокойно по чистой дороге. Обсудили вопросы мотивации персонала. Помимо основной заработной платы, в сельхозкомпании действуют две системы. Личная и коллективная. Последняя позволяет получить 50% разницы между плановым показателем и превышением урожайности. Производится уборка основной культуры, это сахарная свёкла. Текущие показатели урожайности позволяют нам рассчитывать на значимую премию, которая будет выплачена по подведению итогов уборки. Больше превысили показатель, больше премия. А коллективная мотивация при этом распространяется на всю команду участка, что помогает сплотиться коллегам. Если я вижу, что у моего коллеги где-то есть потери, я ему, конечно, сообщу, мы посмотрим, разберёмся, где идут потери сахарной свёклы. Также и он за мной смотрит, чтобы у меня не было никаких потерь. Эта коллективная работа нам, собственно, и помогает перевыполнить план. Когда мы наблюдаем друг за другом, следим и помогаем. А здесь собранная свёкла становится знакомыми каждому сладкими кубиками. Это сахарный завод в Волоконовском районе. На производстве урожаю приходится пройти множество этапов, прежде чем попасть на прилавки. После экскурсии поговорили о реализованных и планируемых проектах на предприятии для повышения выработки и улучшения условий труда сотрудников. С ними Вячеслав Гладко пообщался лично. Возраст у нас от 22 и больше. Молодёжь есть? Молодёжи много. Важный вопрос – импортозамещение семян. На Волоконовских полях часть – посевы отечественных гибридов сахарной свёклы, которые в 2023 году показали результат урожайности на уровне лучших импортных селекций. И процент наших качественных видов в общей массе увеличивается. В прошлом году у нас эта цифра была, она была плавающей от 1 до 3 процентов и не более. Это самая проблемная культура у нас была. В этом году у нас уже порядка 8,5 процентов занимает отечественная селекция. На следующий год мы прогнозируем и в планах у нас стоит до 20 процентов увеличить отечественную селекцию. Осенняя погода на этот раз порадовала аграриев. На сегодня средняя урожайность – 549 центнеров с гектара. И уборка продолжается. В целом, как говорят специалисты, это уже достойные показатели, особенно в сравнении с предыдущим годом. Но опыт учли. И сейчас фермеры используют мотивацию сотрудников. Бетонные площадки для подъезда техники, современные технологии и науку отрабатывают по максимуму. Я надеюсь, что та динамика, которую наши агропромышленные предприятия набрали, она и погода поможет нам получить хороший результат и по валу, и, конечно, финансовый результат. Отрасли стабильно, отрасли уверенно смотрят будущее и быстро решают вопросы, которые стоят перед ним. Сергей Черкашин, Александр Сысоев. Такой день на Мире Белогорье. Продолжение следует...